Не забывай Волжская вода Земля тонула в ярости огня И не было ни ночи, ни дня Сражались мы у Волжских берегов На Волгу шли дивизии врагов Но выстоял великий наш солдат Но выстоял бессмертный Сталинград Поклонимся великим тем годам Тем славы командирам и бойцам И маршалам страны и рядовым Поклонимся и мертвым, и живым Всем тем, которых собрать нельзя Поклонимся, поклонимся, друзья Всем миром, всем народом, всей землей Поклонимся за тот великий бой За годом год из боя снова в бой Взлетали вновь салюты над Москвой И, совершив победою войну Планете всей вернули мы весну Окончен тот великий сменный бой Синеет мирно небо над тобой Над вечной нашей матушкой рекой Над славною солдатской головой Поклонимся великим тем годам Тем славным командирам и бойцам И маршалам страны и рядовым Поклонимся и мертвым, и живым Всем тем, которых собрать нельзя Поклонимся, поклонимся, друзья Всем миром, всем народом, всей землей Поклонимся за тот великий бой Рад приветствовать вас В историческом белом зале Центрального дома кинематографистов Меня зовут Дмитрий Нестеров За роялем пианист-виртуоз Иван Бойцов Концерт открыт песней Композитора Александры Пахмутовой На стихи Михаила Львова Поклонимся великим тем годам Сегодня мы в очередной раз Склоняем головы перед подвигом ветеранов Спасибо вам Низкий поклон за наше мирное небо Мы выражаем нашу поддержку всем тем, кто сегодня борется с возрожденным фашизмом Нашему верховному главнокомандующему Офицерам и генералам Сержантам и старшинным солдатам российской армии Работникам тыла и врачам Всем тем, кто встал на путь возрождения великой державы Нашей России Восемьдесят лет назад В сорок первом году В ночь на седьмое августа Младший лейтенант Виктор Тололихин На истребителе И-16 Одним из первых военных летчиков Произвел таран В ночном бою Над Москвой Им был сбит бомбардировщик Хейнекель-111 Лейтенанта Йозефа Ташнера Таранный удар Он вписан в историю воздушных боев Как тактический прием смертельный Как для противника Так и для того пилота Который решился на этот маневр Немецкий бомбардировщик После атаки рухнул вниз Советский истребок тоже потерял управление Но Тололихину удалось раскрыть кабину И выпрыгнуть с парашютом Самолет Тололихина упал в лес Вблизи деревни Степыгина Ныне это городской округ Домодедова Стихи Роберт Рождественский Музыка Оскар Фельдсман Огромное небо Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя В одной эскадрилье служили друзья И было на службе, в сердце у них Огромное небо, огромное небо Огромное небо, одно на двоих Огромное небо, огромное небо Огромное небо, одно на двоих Летали, дружили в небесной дали Рукою до звезд дотянуться могли Беда подступила, как слезы к глазам Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете Мотор отказал И надо бы прыгать, не вышел полет Но рухнет на город пустой самолет Пройдет, не оставив живого следа И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней Прервутся тогда Мелькают кварталы, и прыгать нельзя Дотянем до леса, решили друзья Подальше от города смерть унесем Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем Пускай мы погибнем, но город спасем Стрела самолета рванула с небес И в строкула взрыва березный лес Не скоро поляны травой зарастут А город подумал, а город подумал, а город подумал Мучения идут В могиле лежат посреди тишины Отличные парни Отличной страны Светло и торжественно смотрит на них Огромное небо Огромное небо Огромное небо Одно Одно На Твое Авиация Авиация в взаимодействии с артиллерией и танками Были ключевым элементом Быстрой маневренной войны 1941-1945 годов Победа безмолниеносных действий танковых частей Была в тот период немыслима Танки стали символом всесокрушающей мочи И стремительным оружием Великой Отечественной войны Кто-то слышал в моем исполнении эту песню под гитару Недавно она была по телевидению вновь показана Но все знают из вас эту песню под гармонь Слова музыконародные На поле танки грохотали На поле танки грохотали Солдаты шли в последний бой А молодого командира Несли с пробитой головой По танку вдарила болванка Прощай, родимый экипаж Четыре трупа возле танка Дополнит утренний пейзаж Нас извлекут из-под обломков Поднимут на руки каркас И залпы баженных орудий В последний путь проводят нас И полетят тут телеграммы Родных и близких известить Что сын ваш больше не вернется И не приедет погостить В углу заплачет мать-старушка Слезу смахнет старик-отец И молодая не узнает Каков танкиста был конец И будет карточка пылица На полке пожелтевших книг В военной форме При петлицах И ей он больше не жених В военной форме При петлицах И ей он больше не жених В сентябре 1943 года На пути 718-го полка 139-й стрелковой дивизии Стояла высота 224 дробь 1 Которая господствовала Над той местностью 18 добровольцев Под командованием Лейтенанта Евгения Порошина Ночью скрытно подошли К немецким окопам И забросали их гранатами Красноармейцы заняли Передовые позиции врага И начали бой За второй ряд траншей Всего 18 бойцов Смогли освободить высоту Но оказались в огненном кольце Когда бой утих Склон был усыпан телами фашистов Из 18 советских ребят Осталось только двое Константин Власов И Герасим Лапин Этот бой лег в основу Песни Написанный поэтом Михаилом Мутусовским И композитором Вениамином Баснером Популярная актриса Театра кино Лариса Лужина Снялась в этом фильме Фильме «Высота» Специально для нее И для каждого из вас Памяти бойцов Которые Возможно сейчас где-то Сражаются за наш с вами Небо Мирное На безымянной Высоте Дымилась роща Под горою И вместе с ней Горет закат Нас оставалось Только трое Из восемнадцати Ребят Как много их Друзей хороших Лежать осталось В темноте У незнакомого поселка На безымянной Высоте У незнакомого поселка На безымянной Высоте Светилась падая Ракета Ракета И было видно Словно днем Кто хоть однажды Видел это То не забудет Он о нем Он не забудет Не забудет А так и яростные Те У незнакомого поселка На безымянной Высоте У незнакомого поселка На безымянной Высоте Над нами Над нами Мессеры Крушили И было видно Словно днем Но только крепче Мы дружили Под перекрестным Артогнем И как бы трудно Не бывало Ты верен был Своей мечте У незнакомого поселка На безымянной Высоте У незнакомого поселка На безымянной Высоте Мне часто снятся Все ребята Друзья Моих военных дней Землянка наша В три наката Сосна Сгоревшая Над ней Как будто Вновь Я Вместе С ними Стою На Огненной Черте У незнакомого Поселка На безымянной Высоте У незнакомого Поселка На безымянной Высоте Иван Бойцов В годы Великой Отечественной войны была популярна песня Клавдии Шульженко «Синий платочек», который стал символом того, что в тылу бойцов ждут родные, жены, сестры, матери, так и сегодня. Есть общероссийское движение «Синий платочек», который организовала Анна Данилова. Она сегодня здесь в зале. И каждый сейчас получит этот легендарный «Синий платочек». В 41-м году в селе в Северной Осетии жила потрясающая семья. Счастливый отец и мать. У них было семеро сыновей. В 41-м все эти семеро парней ушли на фронт и начали приходить похоронки. Первая, вторая, третья. На третьей похоронке, которую почтальон лично принес, у матери остановилось сердце, и она умерла. Потом четвертая, пятая, шестая похоронка. На шестой похоронке не выдержал почтальон. Он подошел к главе и говорит, если, не дай бог, погибнет последний седьмой сын, я не смогу вручить вдовцу и потерявшему всю семью эту похоронку. В 45-м году под Берлином погиб последний седьмой сын. Почтальон принес похоронку и не смог отдать ее. Он увидел на заваленке отца, который нянчил единственную внучку, оставшуюся от всей его семьи. Он отдал это письмо главе поселения, и они обрядились в черной одежде по кавказской традиции и направились в похоронной процессии к дому, где сидел отец. Увидев эту похоронную процессию, у отца разорвалось сердце. Расул Гамзатов узнал эту историю и написал на родном Аварском гениальные стихи, которые Наум Гребнев перевел их с названием «Журавли». Я был на гастролях с театром Вахтангова во Владикавказе и увидел эту стеллу, по которой взлетают семь белых журавлей. Сейчас очень много перекличек, давайте помянем всех матерей, сестер, отцов, братьев, всех тех, кто ждет, любит, верит. Вера — это наша. Все. Песня композитора Яна Фрэнкеля «Журавли». Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется порою, что солдаты С кровавых непришевшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, Летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталых, Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый, Быть может, это место для меня. Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых непришевшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Субтитры создавал DimaTorzok Эту машину ждали все советские бойцы, Потому что там, где побывали эти реактивные установки, Оставалась лишь выжженная земля. Фашисты ее боялись, как огня. Они говорили, захваченные в плен, Что это был за гнев Божий, Что за машину изобрели русские. Стихи Михаила Саковского, музыка Матвей Блантер. Катюша! Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой выходила, Песню заводила про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед, И, бойцо, на дальнем пограничье От Катюши передай привет. И, бойцо, на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. А сейчас первый куплет, но громко. Вы готовы? Расцветали я твои, Поплыли туманной рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой. На высокий берег на Крутой. На высокий берег на Крутой. Выразиться в музыку. В 14-м году я принимал участие, Как единственный молодой артист В концерте в честь присоединения Крыма Именно с этой песней, Которую я написал на эмоциях После посещения аджимушкайских каменоломен. Это в городе Керчь. В мае 42-го года В ходе Керченской обрадительной операции Армия Вербахта одержала победу Над войсками Крымского фронта. И заняли Керчь. Более 20 тысяч человек военных И остатки местных жителей Вынуждены были уйти под землю. Под Керчью есть поселок аджимушкай. И там еще с древних времен Добывался ракушечник для строительства. И образовались многокилометровые Бессвязные ходы под землей. Крым. Прекрасен. Чудеснейшая крымская земля. Она плодоносила И плодоносит до сих пор. Там тепло, но под землей Нет света и постоянные плюс семь. Нет воды. Люди ушли туда. И 170 дней Фашисты держали их там в плену. Чтобы выйти и добыть немного воды, Как говорили выжившие, Чтобы вот ведро воды добыть, Приходилось два ведра крови пролить. Потому что все колодцы Простреливались фашистами. И когда они поняли, Что у русских советских людей Нет там воды, Они забросали все эти колодцы Телами советских солдат. Там впервые фашисты Испробовали на людях Нервно-паралитический газ. И сразу же одномоментно Погибло более двух тысяч человек. Потом фашисты Начали закапывать авиабомбы, Которые остались на земле. И делать обрушения. В ходе этих обрушений Заваливало людей, И они истекали кровью, Потому что их невозможно было Никак достать оттуда, Никак им помочь. В итоге всего лишь сорок восемь человек. Разнятся очень, Сильно разнятся цифры. Двадцать тысяч, Кто-то говорит тридцать, Кто-то тринадцать. Возможно их было намного больше. Выжило сорок восемь человек, Да и тех. Почти всех замучили фашисты. В памяти всех тех, Кто оборонял Крым. Песня. Слова Владимира Дяченко И Дмитрия Нестерова. Музыка Дмитрия Нестеров. Крымская земля. Аджи Мушкай. Песня. Песня. Время память не излечит, Помни... Этот подвиг вечен, что ли мрак не нарушай, навсегда отжим ушкай. Среди боли и лишений, в подземелье душ сплетений, их хранит любимый край навсегда отжим ушкай. Крымская земля, как жизнь одна, твоя звезда мне в подземелье светит. Я буду жить в стихах седых вершин, в сердцах степных коней и вольных птиц мой Крым. Ветер над полынью горький Снова с неба бьют осколки. Может, встретимся, прощай навсегда отжим ушкай. За отчизну, жизнь и смелость Мы вросли в родную землю. Помни наш победный май, помни нас отжим ушкай. Крымская земля, как жизнь одна, твоя звезда мне в подземелье светит. Я буду жить в стихах седых вершин, в сердцах степных коней и вольных птиц. Крымская земля, как жизнь одна, твоя звезда мне в подземелье светит. Я буду жить в стихах седых вершин, в сердцах степных коней и вольных птиц мой Крым. Крымская земля, как жизнь одна. Столицу Крыма, город Симферополь, освободили от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года. 80 лет, ровно 80 лет назад. Немецкие войска вошли в Симферополь в ночь на 2 ноября 1941 года и сразу же начали арестовывать и расстреливать людей. На центральных улицах появились виселицы. На территории совхоза Красный, недалеко от города, фашисты организовали лагерь смерти. За время оккупации там было убито более 10 тысяч мирных жителей и военнослужащих. Под просьбой администрации города Симферополь я написал песню о героях освобождения города Симферополь. И эта премьера состоялась 13 апреля 1944 года в Республике Крым в Симферополе в исполнении артистки Анастасии Скрипник. Сегодня моя московская премьера. Стихи я написал в соавторстве с популярным режиссером и чудесной актрисой Хельгой Филипповой. Мы познакомились с ней на кинофестивале и, как выяснилось, я был уверен, что она поэтесса. Но это были ее первые песенные стихи, которые ее тронули в самое сердце. Слова Хельга Филиппова и Дмитрий Нестеров, музыка Дмитрий Нестеров. Встречал Симферополь солдата. Холодный ноябрь И черная ночь сорок первого По Крымскому небу летит за снарядом снаряд. Сгущается тьма, но будем стоять до последнего. За Крымское небо воюет советский солдат. А Крымское небо отвагой и доблестью славится. В нем звезды сияют, медали и ордена. И мужество, стойкость в созвездия слагаются. Мы Крым отстояли, за нами страна. И встречал Симферополь солдата, Как героя победной весны. И встречал Симферополь солдата, Как героя великой войны. Отвага и подвиги, сила, бесстрашие, мужество. В бессмертном полку эти звезды на небе горят. В кровавой войне вы врага победили, мы помнили. И встречал Симферополь солдата, Как героя победной весны. И встречал Симферополь солдата, Как героя великой войны. Великой войны. Симферополь солдата, И я сейчас хочу пригласить, чтобы именно эта женщина рассказала всю эту историю. Всю эту важнейшую историю. Я объявлю ее после того, как она все это расскажет. Валерий Александр Гущин. Я хотел вас объявить чуть позже. Валерий Александр Гущин. Я вас люблю искренне. И благодарю за этот вечер памяти подвигу советских солдат. Русских солдат, которые бойтесь на передовой. И хочу выразить всему союзу кинематографистов и гильдии Кино России Свой поклон за то, что вы сделали настоящее доброе дело. Машина стоит очень дорого. А внутри машины было еще больше денег, Которые пожертвовали для того, чтобы бойцам нашей армии. И тем, как мы находимся в доме кинематографистов, Актеру, который не снимается в кино. Популярнейший актер. Он ушел добровольцем на фронт. И это все вот так. Она делает семьей актеров, которые не защищены ничем. Я, наверное, долго даже не буду подбирать слова. А просто скажу. Мы сейчас вместе с вами буквально через несколько минут. Но я закончу фразу. Я хочу от имени всего зала. А те, кто сегодня дома ждет хотя бы какую-то информацию, Неужели нас не поздравили? Нас же должны были поздравить. И они сегодня все получат и увидят. После телефона, после всего. Давайте этого прекрасного человека поблагодарим за рассказ о том, Что ничто не забыто и никто не забыт. Дима, это тебе спасибо. И тебе цветы от этого зала. Браво! Браво! А давайте, знаете, как вот в нашей молодости. Я же вижу, мы все здесь, ну, конечно, не фронтового времени, Но достаточно взрослые люди. А давайте проскандируем. Дима, молодец! Три-четыре! Дима, молодец! Дима, молодец! Дима, молодец! А знаете, почему я вас еще и попросила об этом? Потому что редко сегодня, а он сегодня доказал, что мы ошибаемся, Когда открывается дверь маленькой пятой комнаты, А здесь половину я вижу знакомых лиц, Открываются двери пятой комнаты, И заходят молодые, и что-то предлагают, предлагают, предлагают. Это все реже и реже, потому что они сами идут по своей дороге. Но самое было потрясающее, когда дверь открылась, Зашел любимый мною человек Димитрий. Зашел, заглянул и сказал, Валерия Александровна, только девятого не могу. Любой другой день назначайте, И прямо перед самолетом, то ли я полечу в Турцию, То ли я полечу еще в Китай, еще куда-то, Но я обязательно встречусь с ветеранами Союза кинематографистов. Поэтому, Дим, за твою молодость, за твое желание, Которое ты выразил в названии, поклонимся великим тем годам. Мы благодарим тебя. Спасибо. Мы аплодируем этому Ванечку. Ваше имя еще из офицеров нам знакомо. За уличку. Спасибо. Спасибо. Я благодарю каждого, кто принимал участие сегодня в нашем... В нашей встрече. Это не вечер, в нашей встрече. И хочу буквально несколько минут задержать ваше внимание. Это сегодня был удивительный день. Я, может быть, впервые, ведя программу, сбивалась, Ведя встречу с вами, сбивалась, Потому что не могла успокоиться от первой половины дня. Когда видишь актера, которого вы много раз видели в фильме «След», Еще во многих фильмах... Наверняка. У него 52 фильма, и вдруг ты видишь его в военной форме, И он говорит, что надо поторопиться. Я не могу перед концертом. Я должен сейчас. Я должен сейчас. Видите, какая молодость, а? Никакого уважения к женщине. Ну, никакого. Я шучу, шучу. Так вот, вы знаете, когда Георгий нам позвонил и сказал, Я понимаю, что у актеров нет такой возможности Что-то сделать грандиозное. Но, пожалуйста, нам срочно нужно лекарства. Срочно нужны мази, которые заживляют раны. Побыстрее. И началось. С этой минуты актеры не только приносили лекарства, Не только приносили все, что могли для того, чтобы отправить... Да чего бояться этих слов? На фронт этим ребятам. И вот это первая половина дня, Когда мы отправляли эту машину, которую приобрел Союз кинематографистов. Конечно, мы не могли бы. Ты права, дорогая игрушка, дорогая машина. Но вовнутрь туда Мы начинку делали все вместе. Там даже куличи. Жанна Васильевна, сколько их там? 55. 55 куличей, которые, конечно, доставят им удовольствие. Там находится очень много всего того, что нужно сейчас, сегодня, сию минуту. И туда же буквально на днях поедет человек, который повезет кассету с твоим концертом. Они очень об этом просили. Вы согласны? Да. Отправляем. А я хочу вам сказать, что в эту же машину, конечно же, очень-очень нам помогали две красивых женщины. Я хочу, чтобы вы их увидели. Директор Центрального дома кино Екатерина Головня. АПЛОДИСМЕНТЫ Катюш, спасибо. Все пошло туда, куда вы хотели это отправить. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно же, я с удовольствием представляю. Я не хочу этих сложных названий. Вот правда, всегда как-то они мне мешают объявить просто об очень красивой и талантливой девушке, которая сегодня, так же, как и я, прямо с поезда, только приехала. И тут же помогла нам наполнить эту машину тем, что они давно собирали. Дашенька, покажитесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, девочки, родные наши. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Жанне Васильевне, которая покупала это лекарство во всех аптеках нашего города. Потому что сегодня есть ограничения на некоторые лекарства. Их не продают. Спасибо им, можно говорить многим. Но прежде всего, это тем, кто сидит сейчас на втором ряду. Это нашим ветеранам. Дима, спасибо тебе за то, что ты нас сегодня собрал в этом зале. И какое же будет 9 мая, если 6 мая уже такое праздничное. Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, Александр, этот парень, которому вы дали все, что нужно для фронта, он написал песню. И Иван Бойцов подготовил аранжировку. Мы уже начали репетировать. Но, он сказал, Дима, командир дал приказ 7 мая быть под Донецком в расположении. И он сказал, давайте перенесем. Либо ты, Дима, приедешь. Я скоро поеду вновь опять к бойцам на передовую. У меня минус 5 плюс 6 с половиной. Служить я не могу. Кормя не годин, но я могу песнями. Могу хотя бы песнями поднимать боевой дух бойцов. Он говорит, давайте перенесем. Но я, конечно, не Кобзон, сказал Георгий Тесла Герасимов. Но хочу записать видео обращение. Итак, наш третий участник концерта. Экран сейчас представит вас Георгия Тесле Герасимова, актера и режиссера. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Георгий Тесле Герасимов, актер театра и кино, режиссер, ныне участник специальной военной операции, рядовой. Хочу извиниться перед вами за то, что я сегодня, к сожалению, не смог исполнить песню, которую сам написал. Но, тем не менее, я вас поздравляю с великим праздником 9 мая. Низкий вам всем поклон. И огромное выражаю спасибо от нашего подразделения, от нашего взвода, от наших ребят, боевых моих товарищей, за этот замечательный автомобиль. Гильдия артистов проявила инициативу. И к ней подключился наш союзский импотографист. И они вместе сообща, вот нас наградили вот этой замечательной машиной, которая сейчас поедет на передовую и будет выполнять боевые задачи. Низкий всем поклон. Дорогие друзья, до новых встреч. Я думаю, мы еще споем и не раз. Пока. С праздником. Вы видели на экране... Хорошо. Мы видели на экране актера. И я хочу вам сказать... Самое главное, запомните, что бы ни говорили НТВ и так далее, только несколько актеров... Видите, у меня даже дыхание перехватывает. Оставили Родину в трудный момент. А все остальные... Спасибо им за подвиг. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я недавно выступал для 387-го полка ВДВ в зоне, где-то в Херсонской области, в новых регионах. И они сказали, что ждут этот день. День Победы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Три ночи битвы трудно не вели, Этот день мы привлечали, как могли, Этот день победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Кинематографисты, которые ушли на фронт, И некоторые из них не вернулись. Кто-то уже ушел, потому что время оно бессердечно, Время оно никого не оставляет. Прошлись сегодня по экрану. Этот экран видел много-много людей, увидят еще много. Спасибо каждому из вас, кто сегодня присоединился лично к акции «Бессмертный полк». Еще раз низкий поклон вам, дорогие ветераны! С днем великой победы! Ура!